Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Решение Федрезерва по ключевой процентной ставке полностью совпало с ожиданиями инвесторов, в то время как комментарии к нему удивили рынки. Мнения голосующих членов комитета и управляющего Федрезервом отличаются. Именно это и спровоцировало разнонаправленные движения на рынке. В заявлении комитета по открытым рынкам сообщается, что темпы дальнейшего повышения будут зависеть от поступающей статистики. Это первый намек на готовность американского регулятора снизить скорость последующей повышений ключевой процентной ставки. Но уже через 30 минут Джером Пауэлл заявил, что еще рано говорить и даже думать о приостановке повышения ставки. Более того, он сообщил о том, что конечный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее. Это связано с высоким уровнем инфляции и относительно стабильной экономической ситуацией. Поэтому лишь публикации неожиданно очень слабых данных по рынку труда, деловой и потребительской активности может спровоцировать распродажи доллара США. До этого момента инвестиционные аналитики Citibank рекомендуют удерживать длинные позиции в долларах США. Как бы это странно ни звучало, но решения по процентной ставке и последующие комментарии не внесли ясности, а лишь еще сильнее запутали инвесторов и трейдеров. Как следствие, есть риск дальнейшего увеличения торговой активности. Проблема в том, что теперь рынки будут более внимательно следить за поступающей макроэкономической статистикой. Любое снижение инфляции может быть воспринято в качестве сильного медвежьего фактора для доллара США. Также и неожиданно слабые данные по рынку труда или деловой активности будут оказывать давление на американскую валюту. Повышенное внимание к поступающей статистике будет способствовать увеличению волатильности. Вероятнее всего именно в таких условиях рынки будут находиться до следующей встречи Федрезерва, которая запланирована на 14 декабря. А теперь перейдем к золоту, которое уже вернулось к уровню поддержки у отметки 1630 долларов за унцию. Прорыв этого уровня усилит активность продавцов, в очередной раз открыв им путь к минимуму текущего года. Это явно медвежий сценарий, на который указывает технический анализ. А теперь еще и фундаментальные факторы в виде дальнейшего и, возможно, более долгосрочного повышения процентной ставки Федрезервом. Проще говоря, уже совсем скоро золото может вернуться ниже 1600 долларов за унцию. Смещаясь на рынок криптовалют, обращу внимание на не совсем стандартную реакцию. Дело в том, что решение Федрезерва укрепило доллар США, тем самым ослабив фондовые индексы и увеличив давление на рынке драгметаллов. Тем не менее, биткоин и эфир ему продолжают торговаться над ключевыми техническими уровнями поддержки. По сути, рынок криптовалют продолжает игнорировать глобальные изменения монетарной политики Федрезерва и других центральных банков. И это при том, что биткоин, и уж тем более эфириум, торгуются выше минимумов текущего года. Если текущую неделю биткоин завершит выше 20 тысяч, а эфириум выше 1500 долларов, то бычий сценарий останется в приоритете. Но на данный момент есть риск распродаж на рынке криптовалют. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.